Я Ольга Шимшек, выпускница третьего потока школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. Мне посчастливилось встретиться со своим высшим «Я» на сеансе, организованном лично для меня Тарасом Науменко и Ириной Бишов. Я сначала хотела сказать «большое спасибо за работу» или «благодарю за информацию» или «вы настоящие профессионалы», но подумав, поняла, что это просто пустые, забитые фразы. Но вот как назвать то чувство, когда после сеанса всё встаёт на свои места, когда ты находишь ресурсы в самом себе, когда вдруг находится первопричина твоих страхов и неудач, когда высвечиваются глубинные причины проблем и сразу же даются эффективные решения. Тарас и Ирина показали удивительную способность чувствовать друг друга в своём тандеме. Это был не сеанс, это был целый спектакль, где каждый раз на сцену выходили новые герои, которых я даже не ожидала увидеть. Всё было разыграно, как по нотам. Грамотно, умно, корректно, креативно, чётко. Тарас очень глубоко прорабатывал каждый вопрос, цеплялся за каждую улику и каким-то немыслимым образом в нём переплелись юмор и лёгкость общения, которые присущи, наверное, Ивану Ургунту, и целеустремлённость, и дотошность, как у Глеба Жеглова. А наша Ирина – это просто красавица, да ещё и спящая. В роли слипера она была настолько точна, настолько мудра, внимательна ко всем мелочам. Эмоции у неё били через край. Она переживала всё то, что чувствовала я. Было ощущение, что она рассказывает какой-то захватывающий фильм обо мне, о моих близких, о моём ушедшем отце. Вообще, о чём думает человек, когда у него остались последние секунды жизни? Очень хорошо, когда те, кто уходит, подумали о тех, кто остаётся. Это было в моём случае. Вот так же и мы порой остаёмся с чувством вины, недосказанности, горя или одиночества. Но Ирина рассказала мне о том, какое послание хотел оставить мой ушедший отец. Теперь я знаю, что такое жизнь на всю оставшуюся жизнь. Тараса и Ирину я не хочу называть профессионалами. И вот почему. Профессия ведь это просто работа, просто дело, которое мы просто делаем. Я хочу их назвать ремесленниками, умельцами, мастерами. Потому что именно ремесло – это искусство. И этому искусству нужно учиться всю жизнь, каждую минуту, каждый день. Имея врождённый талант или не имея. Если не имеешь, то имеет смысл прийти, разобраться в себе, а именно поступить в школу. Гипнозы и слиперства Никиты Бурбакова. Только так можно найти своё призвание. А ведь это главное в жизни. Спасибо вам за просмотр. Во благо всем. Продолжение следует.